Из-за бездействия властей медицинская система на грани коллапса, Рудок. Тект озвучен в Яндекс Клауд. За все время пандемии в Украине, с марта 2020 года, государство так и не смогло разработать понятную и конструктивную программу поддержки предпринимателей. В результате тысячи предприятий закрылись и десятки тысяч людей потеряли работу. То же произошло больницами и вакцинацией, коллапс. Об этом пишет РБК «Украина» со ссылкой на заявление лидера «Голоса» Киры Рудок. Когда страна нуждалась и нуждается в решительных действиях и устойчивой поддержке со стороны. Властей получает, к сожалению, противоположное. На какое доверие можно рассчитывать, когда и владельцы бизнесов и наемные работники видят, что государство готово разрушить их дело. Готово давить на малый и средний бизнес, чтобы получить больше налогов. А потом бездарно потратить эти налоги на пиар-проекты имени себя. В то время как олигархи приумножают свои доходы. Не получила необходимого внимания от государства также медицина. Как информационно, так и материально. За 18 месяцев государство не смогло обеспечить больницы кислородными станциями, а врачей необходимыми защитными средствами. В результате к третьей волне страна оказалась не готова, отметила Кира Рудок. Наиболее сложный и скользкий вопрос – вакцинация. Властям очень удобно занять одну из радикальных позиций и списать все на бессознательных граждан, отмечает депутат. Но необходимо честно и системно анализировать причины провала. Вакцинации, которую мы наблюдаем сейчас. Надо четко определить, что массовая вакцинация снижает и уровень заболеваемости, и скорость распространения болезни, и главное – тяжесть течения болезни и уровень смертности. Это доказывает опыт всех стран, добившихся действительно массовой вакцинации. И сегодня такие страны, как Дания и Испания, Португалия, фактически вернулись к доковидному образу жизни. В Украине же закупка и поставка вакцины сопровождалась огромным количеством скандалов. Это подрывало доверие к государству как поставщику вакцины. И если европейские правительства активно проводили кампанию по популяризации вакцинации, привлекали к агитации известных артистов, церковь, так пункты вакцинации прямо в церквях, для той же Португалии. То власть в Украине, очень часто бывшие артисты или медийщики, не смогла реализовать никакой масштабной кампании на телевидении или в других СМИ, чтобы сделать. Вакцинацию популярной подчеркнула Кира Рудок. Даже когда в Украине стали доступны все проверенные вакцины мировых производителей, никакого всплеска вакцинации до сих пор не было, подчеркнула лидер голоса. Депутат подытожила, что должностные лица говорят о необходимости принудительной вакцинации. И здесь власть снова попадает в ловушку, потому что любое принуждение не увеличивает доверие, не придает легитимности, не помогает достичь необходимого для сохранения жизни уровня вакцинированных. Сейчас мы можем только мечтать о 30%. Как сообщалось ранее, Рудок объяснила критически низкий уровень вакцинации в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова